Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол. Это жизнь и это, скорее всего, последний выпуск про Локомотив в Лиге Чемпионов. Итак, вышли мы замечательно из группы, правда, за второй строчки могли из первой и попали сразу же на действующего обладателя Лиги Чемпионов Ливерпуля. Думали, что сольем даже уже и домашний матч, но мы там попадались. В общем, 4-3, но у Ливерпуля 4 забитых мяча на гостевом поле. Нам надо забивать минимум 2, чтобы выходить дальше и при этом условии, чтобы не пропускать. Это будет очень сложно, так что я уже немного готовлюсь к вылету, но будем все равно бороться мы до конца. Состав вы видите на своих экранах, мы начинаем, поехали! Итак, разминаются игроки Локомотива, для них это очень важный выезд в сезоне, да и за последние года, наверное. Наверное, играют они на равных практически с Ливерпулем, но вот из-за неудач какой-то, наверное, все-таки пропустили вот эти последние мячи дома на последних минутах. Итак, Энфилд, Юнел, Волк и Лоун. Сейчас будем слушать с вами. Ну и готовятся игроки, мы будем, естественно, снова играть от обороны. Отлично здесь зажали в коробочку и вот здесь вот Смолов. Замечательная передача на Джефферсона Фарфана, тот с фланга отдает передачу на Смолова. Удар Смолова, Алисон тащит. Хорошо, как сейчас-то разыграли без офсайд на Фарфан, врывается уже в штрафную. Передача на Жоу Марио, и это 1-0. 1-0 в этом матче, 4-4. У нас по сумме двух встреч, но это ничья не нам даже в пользу, а в пользу, естественно, Ливерпуля, потому что будут смотреть по гостевым голам. У нас он 1, а у Ливерпуля целых 4. Жоу Марио. Ух, как же он сейчас нашел Антона Миранчука. Антон, Антон. И Антон делает что-то 2-0. Все. 2-0 счет. Локомотив за 2 минуты практически забивает. 14 минут потребовалось, но за 2 минуты были забиты эти 2 мяча. Оборона просела где-то, побежали, наверное, в нападение, но сейчас счет 2-0 уже. Ливерпуль проигрывает дома, тем более еще и Локомотиву. Ну и как хорошо здесь сыграл Антон Миранчук. Вообще он правша, но пробил сейчас вот так вот левый. Вы видели, как аккуратно обогнул ногу Алисона этим ударом. Ну и замечательно. Антон Миранчук забивает гол. Локомотив выигрывает пока что с счетом 2-0. За 3 минуты. Вот 3 минуты нам потребовалось для того, чтобы вернуться в игру. Неплохо. Рыбусь. Замечательно находит он пасом Антона Миранчука. Тот. И замечательно. Федя. Федя. Федя Смолов. 3-0. 3-0 на Энфилде, друзья. 3. Мать вашу. 0. Осталось нам забить 1 мяч. И тогда мы сравняемся с Ливерпулем по забитым мячам на гостевом поле. И тогда мы будем в полной уверенности. Ну, тережку-то мы уж точно не пропустим, друзья. Ну, замечательно здесь Антон Миранчук убрал. И Федя замечательно разложил Алисона. Все, друзья, супер у нас. Федя Смолов лучший игрок вообще, наверное, этого сезона. 11 мячей. Напишите в комментариях, какой из игроков забивал максимум на групповой стадии Лиги Чемпионов. Именно Лиги Чемпионов. Не Кубок Европейских Чемпионов, а именно уже нынешней Лиги Чемпионов. Мне просто интересно. Может, там Роналд по 15 мячей забивал. Так что мы посмотрим. Фарфан замечательно. Замечательно открылся, убегает. И Федя. Федя Смолов. Засчитали гол. 4-0. 4. Как красава показывал на Энфилде, когда Ливерпуль обыгрывал в прошлом сезоне Барселону в полуфинале. 4 мяча тогда они безответных забили. Здесь уже Локомотив забивает 4 безответных мяча на Энфилде. 4. 4. Просто безответных. Фарфан. Здесь еще Федя. Его замкнули. Вы посмотрите. Получается, мотив и тренд Арнольд замкнули. Но здесь еще от рук. Но это от рук все-таки игроков Ливерпуль. Либо бы пенальти было. Либо вот. А, это еще и мотив от него. Ну все. Поплыл Ливерпуль. Я уже думал, Федя Смолов забил. Но ладно. Федя Смолов еще забьет свое. 4, друзья, мяча забивает Ливерпуль. 4. И Фермино все-таки забивает один мяч. 4-1. Локомотив все равно выигрывает Ливерпуль. Но, естественно, без пропущенного мы бы никуда не ушли. Осталось 15 минут. Мохаммед. Что творит сейчас вот Ливерпуль? 2-4 счет. Алло. Кто забил? Фермино опять забил. Почему постоянно именно в концовке включается Ливерпуль? Почему я контролирую весь матч, а забивает Ливерпуль на последних минутах? Алексей Миранчук с мячом до сих пор. Пошла подача. Ну! Фарфан забивает пятый мяч. Все. Все. О! За 3 минуты оставшиеся не забьет просто Ливерпуль. Еще получается сколько им надо. Сейчас счет. 5-8. Поэтому им надо забивать еще 4 мяча. Джефрисон Фарфан уже просто травмированный. Да, просит замену. Нет, не 4. Еще надо 3 мяча забить Ливерпулю. Все! Победа! Локомотива над Ливерпулем. 5-2 на выезде. 6-8 в общей сумме. 8 мячей за 2 матча пропустил Ливерпуль. Но не пропускали. Они всего лишь 2 мяча пропустили на групповой стадии. Что творил сейчас Локомотив? Кто лучший игрок, мне интересно, знает. Джефрисон Фарфан, естественно. 8,7 у него оценка. Так же, как и у Антона Миранчука, которого мы заменили. Один гол у Фарфана и у Антона. И по одной голевой они записали. Но Фарфан все 90 минут был на поле. Посмотрите на эти удары. 17 ударов у Ливерпуля. У нас только... Точность зато у нас, видите, лучше. Сколько сделал Север Гильерми? 10 Север сделал Гильерми, 8 Алиса. Но лучше именно наш бразилец на воротах. Все замечательно. Все супер у нас. Барселона там Аталанту 3-1 выиграла. Но я очень, друзья, напрягся, когда Ливерпуль забил 2 мяча. Вот сейчас в концовке Фермина. Ну, посмотрим наших будущих, скорее всего, соперников. Это либо Барселона. Вот сейчас вот 5-2 она вынесла. Либо Тоттенхэм, либо Бавария, либо Реал, либо ПСЖ. Ну, здесь Ювентус, скорее всего, и Валенсия. Но мы чуть попозже сейчас посмотрим. Хоть бы Валенсия, легкий клуб бы какой-нибудь хорошенький. Но не топчика нам, пожалуйста. Я уже устал от топчиков. И Реал Мадрид, друзья. Реал Мадрид. Ну, смотрим, что там, как сыграли. Ювентус все-таки все равно проходит Челси 2-1. И Валенсия проходит Лион. Ну, и смотрим. Валенсия Бавария, Реал Локомотив, Барселона, Ювентус, ПСЖ Тоттенхэм. Почему нам не попался именно Валенсия? Почему другой какой-то испанский клуб? Ну, зачем нам Реал? Ладно, против Реала тоже сыграем. У них вот Азар, лучше бомбардир, 9 забитых мяча у них. Ну, все. Забыли. Мы в четверть финале Лиги Чемпионов. Мы вынесли Ливерпуль. Спасибо, друзья, вам большое за то, что были во время этих всех выпусков. Мы еще на два продлеваем нашу прописку здесь. Спасибо всем большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. С вами был Андрей. И канал Футбол. Это жизнь до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok